Девушки отдыхают Привет! Как дела? На днях я прочитала ужасающую новость из Великобритании о том, как молодой человек, потеряв работу, чуть не прирезал свою жену. Жена рассказала впоследствии о том, что придя с работы, он попросил ее закрыть глаза, сказав, что у него есть сюрприз для нее. Она закрыла глаза, и он воткнул ей нож в горло. Хорошо, что не прирезал ее, и женщину удалось спасти, и, как оказалось впоследствии, молодой человек, потеряв работу, подумал, что не сможет выплачивать ипотеку, и решил покончить жизнь самоубийством, захватив с собой подругу на тот свет. Благо, обошлось без жертв, но ипотека — это моя следующая тема. В моей жизни я имела два случая, связанные с ипотекой. Первый — в России я брала ипотеку на себя по 12% годовых в 2006 году. Сейчас она полностью выплачена, и никаких, в принципе, проблем не возникало. Единственное было то, что, когда я жила в Великобритании, сюда пришло письмо на мое имя, что у меня меняется кредитор, и я должна оплачивать ипотечные взносы по другому счету. Так как меня не было дома, письмо под расписку маме не выдали, и мы не знали об этой проблеме, и оказалось, что полгода мы платили не туда. После того, как все это выяснилось, нам пришлось просто вытащить деньги из того банка, куда мы платили, забрать их оттуда и переместить на счет нового кредитора. Единственное, что переплата за всю эту ошибку нам обошлась в 10 тысяч рублей. То есть, в принципе, банки идут на уступки в любых ситуациях каких-то проблемных. Если что-то возникает, всегда надо в первую очередь связываться с банком и договариваться с ними. Второй случай произошел со мной буквально недавно, в 2016 году, когда мой брат погиб, и мне пришлось браться за все его дела, а на его имя была оформлена ипотека на дом в Лондоне. Я даже не знала, с чего начать. У меня была такая паника, помимо всего прочего, там была куча других финансовых проблем с его счетами, с его долгами и со всем, что там было. Это просто нереально, просто ужасно вспоминать 2016 год. Именно вот из-за всех бумажных, бюрократических проблем, финансовых проблем, вопросов, которые мне пришлось решать за него. Но даже не знаю, помог ли мне опыт того, что я была в Петербурге риэлтором. В свое время какие-то знания получила риэлтором, из меня не удался, я была слишком молодая для того, чтобы меня слушали люди. Но знание, опыт, знание законов, знание ипотечного процесса, знание всего этого мне помогло справиться с этой проблемой. Что хочу сказать. Ипотека – это не проблема, это выход из ситуации, если у вас нету квартиры, а снимать и платить чужому дяденьке не очень-то хочется. По существу получается, что снимать в Лондоне комнату за 600-800 фунтов или квартиру, честно говоря, не знаю, сколько стоит, ну, допустим, 1500 фунтов, или купить дом в ипотеку и платить ту же самую 1500 фунтов уже за три комнаты – это выход из ситуации. То есть у вас есть квартира ваша собственная, пусть она в кредите, но она уже ваша, вы ею распоряжаетесь как хотите и платите ту же самую 1500 фунтов, которую вы платили бы арендодателю. Я считаю, что это как бы хороший выход из ситуации. В чем проблема? Люди боятся того, что они потеряют работу, они будут неплатежеспособны и как бы банк заберет у них все. Нет, банк все не заберет. Банк заберет только то, что ему причитается. Изначально, когда вы оформляете ипотеку, вы вкладываете деньги, ваши личные деньги, 10-30%. Эти деньги уже не пропадут, они обязаны выплатить вам эти же самые 10-30%, но за исключением того, что если вы там вдруг будет какой-то очень длинный судебный процесс, и вам придется платить юристам все эти деньги, которые останутся. Но, допустим, на моем примере, брат, когда брал ипотеку в 2010 году, дом стоил 190 тысяч фунтов. Он платил 20 тысяч своих фунтов. И, естественно, с 2010 года по 2016 год за 6 лет квартиры реально поднялись в цене. Кстати, в Великобритании, в отличие от России, процентная ставка буквально там 4-6%. Я точно не помню, какая была у брата, но очень маленькая. То есть платеж у него был в районе тысячи фунтов в месяц после 6 лет. Изначально он, по-моему, платил 1500, что-то такое. Кстати, у него там были просрочки, то есть набегала некая сумма пений. И проблема для меня была в том, что там помимо того, что ипотеку надо ежемесячно продолжать, было платить за него, а у меня денег не было, я студент. И как бы, ну, у меня были накопления к сентябрю, я должна была платить свой следующий курс. Но с чего начать и как продолжить? Примерно я знала ситуацию, он сдавал пару комнат в своем доме, и я продолжала собирать деньги с его арендаторов. То есть за счет того, что вы можете сдавать свои комнаты, ну, это, естественно, надо договариваться с банком, но как таковой банк не мешает, что ли. То есть я связалась, конечно, с банком в первую очередь и сказала, у меня проблема, вот так и так случилось несчастье, и я не могу выплачивать. Но у меня есть арендаторы, брат сдавал в аренду, и я могу выплачивать ежемесячно вот такой-то платеж. Но пени, которые набежали, я не смогу никак выплатить, поэтому давайте как-то решать эту проблему. Я попробую подсдать еще одну комнату. В общем, тяжело приходилось сдавать комнаты арендаторам. Я умела, я помогала в этом брату, выставляла их на ГАМ-3. Ну, естественно, подешевле, чтобы побыстрее все сдать, но арендаторы были... Это отдельная история. Мне надо было реально в месяц добывать где-то тысячу фунтов для того, чтобы покрыть хотя бы мейнтейненс, это называется, ежемесячный платеж. А уже те пени, которые там набежали, я уже не могла покрыть. Но я решила сдавать комнаты, и тысячу фунтов я имела и постоянно покрывала. Какие-то деньги там еще накапливались, ну, чуть-чуть побольше я зарабатывала, чем тысячу, по-моему, тысячу двести. То есть, там, раз в три или четыре месяца я еще пыталась выплатить пени. Когда встает вопрос о том, что вы не можете больше платить, то есть, я платила за счет арендаторов. Но в 2017 году я окончила свое обучение и поехала обратно домой, не зная, что я вернусь в Великобританию или нет. Когда мне пришлось уезжать в Россию, я решила, что за квартиры и за этими чокнутыми арендаторами я уже не смогу следить. Я не знаю, на кого положить ответственность по сбору денег, как платить за ипотеку на удаленном расстоянии. И я решила все-таки продать эту квартиру, потому что она была проблемная, за ней нужно было постоянно следить. А так как меня там уже на тот момент не ожидалось, я выставила ее на продажу. После того, как я выставила ее на продажу, у нас покупатель нашелся через три месяца. Изначально, конечно, я выставила ее подороже, но пришлось спустить, потому что вот-вот уже надо было уезжать. То есть, покупатель нашелся перед тем, как я уехала. Девять месяцев. Я на нервах ждала, когда все это оформится. Девять месяцев после того, как нашелся покупатель, мы оформляли сделку. Я уже выплачивала свои последние копейки, которые у меня были накоплены, естественно, за год. Свои личные. За ипотеку, потому что за квартиру, за сдачу квартиры я уже не получала. Оттуда все уехали, я вывезла абсолютно все вещи. В общем, квартира осталась пустая, и она стояла девять месяцев пустая, без заработка и без продажи. То есть, если брать ипотеку, я уже не могла выплачивать ее и просто уже махнула рукой, что вычтут, то вычтут. В итоге, в районе 100 тысяч фунтов я получила с продажи дома из-под ипотеки за брата. Конечно, с этих денег мне пришлось заплатить риэлторам. Помимо этого, я заплатила юристу, который оформлял сделку. И, кроме этого, там у него были банковские долги по кредитным картам или просто какие-то долги. Но там около 8 тысяч в одном банке. И, по-моему, в общем, в общей сложности там в районе 30 тысяч ушло на покрытие всех долгов и всего прочего. В итоге, как бы, в районе 70 тысяч фунтов, я уже не могу точно сказать сумму, мы получили на руки. На эту сумму мы полностью погасили российскую ипотеку. И так как мой брат всегда желал, чтобы я окончила магистратуру, я решила взять еще курс бизнес-администрейшн и получить магистрский диплом. Кроме того, на эти же деньги я жила год в Лондоне, снимая квартиру рядом с собаками, которых я выгуливала, оплачивая себе еду. В том году я отчиталась перед налоговой, все налоги оплатила за все свои махинации с квартирой. Это было очень много. Тоже очень странное налогообложение в Великобритании, об этом я тоже попозже расскажу. Ну и так по мелочам осталось на расходы по возвращении в Россию. Можно продолжать жить дальше, можно купить что-то, можно снимать. Снимать, опять же таки, если вы потеряли работу, как-то вот пока вы не нашли работу, установить при этих деньгах очень даже можно. И даже можно доставить какой-то баланс, чтобы заново потом вложиться в ипотеку, когда вы найдете нормальную работу, которая может вам дать кредит. Естественно, кредитная история, наверное, на этом у вас немножечко подпортится, но решать эту проблему надо не суицидом, не какими-то ах, whatever или еще чем-нибудь. Это надо реально заниматься каждый день. Каждый день мне приходили письма из банка, не только ипотечного, но и всех остальных его банков. То есть, когда все переоформилось на меня, меня сделали администратором всех его дел. Это уже я потом тоже расскажу, когда после смерти человека надо заниматься администрированием всех дел. Это все через юриста оформляется. Когда вот случилась такая беда у нас, я даже не знала, куда идти, как организовать похороны, что вообще делать и какие у него вообще балансы. Я пришла там в дом, благо я знала одного из арендаторов и стала просто с его арендаторами разговаривать, выселять. Там должен был жить один алжирец, а там приходило и приходило даже при мне столько людей к нему в комнату, что я думаю, блин, там он устроил какую-то ночлежку для, не знаю, человек десяти. И, в общем, я попросила его съехать, там тоже с ним всякие перипетии были. И когда чистила комнату, под диваном я нашла наркотики. Как я от них избавлялась, это тоже отдельная история. Но, в общем, по поводу арендаторов я тоже буду рассказывать. А по поводу ипотеки скажу, что как бы ничего страшного в ипотеке нет. Берите ипотеку и будет вам счастье в собственной квартире. А не сможете выплачивать, продадите и получите обратно некую сумму, которая уже останется за вами. На этом пока все. Желаю вам счастья. Никогда не думайте о том, что все будет плохо, все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok